Друзья, всем привет! В телеграме канала я провел независимый опрос, цель которого была понять, вот если мы сегодня рассматриваем модели от китайских производителей, что бы выбрали вы из того, что официально продается на нашем рынке? В этом опросе приняло участие чуть более 12 тысяч человек, и подавляющее большинство, практически 5000 человек, проголосовали за марку Джили. Именно о ней мы сегодня и поговорим. В этом выпуске я вам расскажу больше деталей, о которых вы не знали. Я расскажу вам, какие наиболее популярные модели и комплектации покупают, что с ценами, что со скидками, что вообще происходит с точки зрения поставок, запчастей, кузовщины, как идет торговля, какие прогнозы делают сами дилеры. Мы обязательно дойдем до стороннего сервиса, где уже знакомый нам владелец расскажет, что он думает и какие у него наблюдения по марке. Люди скажут, а теперь все понятно. Кто тебе платит? Когда я готовил этот материал, в целом про марку Джили у меня складывался более благоприятный, позитивный фон. Я считаю, что это самый оптимальный вариант по соотношению цена, качество и комфорт на российском рынке. Рекомендовал бы его к покупке. До того самого момента, пока я не начал читать ваши отзывы. Джили Тугела. В первый же день была замечена провисшая водительская дверь, неадекватная работа климат-контроля, кваканье передних сайлент-блоков, бренчит в левой двери. Джили Кулрей. На первом ТО у меня оказалось, что левый диск тормозной не от моей модели машины. Привет, надежность. Он вообще полностью отличается. И как их собрали? Хэзэ. Кулрей, 22-го года, служебный автомобиль. На пробеге 2500 км выдало сообщение «Неисправность коробки передач». Таким образом, ролик у нас получится информативный, насыщенный и интересный. Тайм-коды ждут вас в описании, но рекомендую выделить время для того, чтобы за ближайшие 40-50 минут понять всю суть происходящего с маркой Джили. Приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Ну, первым делом давайте начнем с модельного ряда по наиболее востребованным моделям, комплектациям и ценам. Первое место, конечно же, занимает Джили Кулрей, которых на сегодняшний день на нашем рынке три. Да-да, друзья, три Кулрея представлены. Старый Кулрей, новый Кулрей и белорусский Кулрей, он же Билджи Х50. Как вам такое? Вот эту машину очень хорошо берут, на нее повышенный спрос и берут ее в предмаксимальных и максимальных комплектациях flagship. Какие цены, какие скидки, отдельным блоком чуть дальше расскажу. Второе место по востребованности делят Джили Манджаро. Это на сегодняшний день, можно сказать, флагман от компании Джили на нашем рынке и Джили Тугела. Третье место занимает Атлас Про. На него спрос не такой высокий, в силу того, что людям очень сильно не хватает двухлитрового мотора, который в скором будущем должен быть представлен. Ну и в скором будущем поступает в продажу новый М-Гранд. А еще представлена вот такая модель, называется она Ока Ванга. Это, скажем так, параллельная поставка. Это неофициальная поставка, но она как бы официальная. Смысл в следующем. На официальном сайте ее нет, но у дилеров вы ее можете встретить. Это семиместные. Вот давайте поговорим теперь о самых популярных комплектациях. Хотят все либо максималку, либо предмаксималку. Это вот флагшип, флагшип спорт. Комплектации ниже берут, но очень вяло. Как правило, это под рабочие нужды, либо тем, кому вот важна цена, кто гонится за наиболее низкой ценой. Когда человек покупает под себя, выбирает флагшип, флагшип спорт. Здесь зафиксировали. Что с машинами? Как вы знаете, я занимаюсь поиском новых автомобилей от дилеров на предмет честной сделки, чтобы людей не обманули с кредитами и прочее. Про это я неоднократно рассказывал. За прошедший год с джили в целом была настоящая проблема. Куда ни сунься, машин либо нету, либо все то, что есть в наличии, продается исключительно с наценкой. В предыдущих выпусках про черри и хавал я рассказывал, что в принципе на автомобиле можно получить хорошие скидки, в частности на черри. Готовы торговаться, готовы давать хорошие цены. С джили длительное время была обратная ситуация. Почему? Как только бренд начал массово, так скажем, выходить на рынок, пошли заказы. Это каршеринг, такси, я подчеркиваю, называю крупные компании, таксичастники, частные компании и прочее, начали их очень много заказывать напрямую. И конечно же компания отдавала им предпочтение, все то, что производилось, все мощности уходили в такси, каршеринг и прочие автомобили. Для чего? Это хороший ход, это хороший маркетинговый рекламный ход. Вы выходите из дома, вызываете такси, за вами приезжает CoolRay. Вы хотите воспользоваться услугами каршеринга, заказываете машину, приходите, а там стоит Atlas Pro. Вы гуляете по городу, мимо вас проезжает какая-нибудь тугела, и все это уже внедряется в нашу жизнь. И когда ты смотришь, ты такой, а Atlas Pro-то по интерьерчику неплох, а CoolRay по внешнему виду небольшой компактный паркетничек, почему бы и нет. Таким образом, длительное время все мощности завода были направлены на то, чтобы удовлетворить интересы бизнеса. В последнее же время, вот информация вам от конца октября 2023 года, сейчас начинают все больше и больше навозить автомобили к дилерам. На сегодняшний день, приходя, уже представлен какой-то выбор. Уже можно смотреть различные комплектации. Автомобили есть в наличии, свободные. И мне очень сильно хочется сказать, что ребята, наконец-то отжили на весь модельный ряд, начинают давать хорошие скидочки. Но, к сожалению, это не так. Сейчас я вам все это дело объясню, расскажу. На экран я вывожу вот такую таблицу, где указаны цены от одного из дилеров по Москве. А вот теперь внимательно. На CoolRay я давно не встречал прямые скидки, когда речь идет о покупке именно за наличный расчет. Вот есть розничная цена. Вы приходите, покупка за нал. И вам говорят, минус 100 тысяч рублей. Вот это скидка. Поддержка по кредиту, трейдину, это отдельная история. Это именно поддержка. Часто это называют скидкой, но это, по большому счету, поддержка. Потому что нужно смотреть, почем оценит ваш автомобиль. Нужно смотреть, какое будет наполнение по кредиту. Зачастую, если грамотно подойти, выгоду приобрести действительно можно. Но нужно постараться. С CoolRay как было сложно, так и остается. Вот я смотрю по списку. Все автомобили новые идут с наценкой. Раз. Далее. С Manjaro стало полегче. Ранее на эти автомобили наценки были вплоть до миллиона рублей. 500 тысяч рублей в том числе было повсеместно. Сейчас же уже наценочка 100 тысяч. И я слышу, что некоторые готовы отдать ее просто за наличку по розничной цене. Ничего сверху не накидывать. Еще раз. Делаю акцент, что я все называю с учетом покупки за наличный расчет. Почему я делал на этот акцент? Многие сделки проходят с кредитом, с трейдином. И человек сейчас... О! А я-то купил с минус 500 тысяч. А здесь вопрос про наличку. И опять, как ты купил? Где все условия? Нужно же смотреть, вникать. С Manjaro становится полегче. Тугела. Вот с ней чаще всего бывает что-то выгодное. Если искать Тугелу, когда они есть в наличии, по ней прям действительно готовы двигаться. Зачастую Тугелу можно забрать выгоднее, чем она стоит официально. Atlas Pro. Длительное время его продавали. Там розница плюс наценка. Но сейчас, в силу того, что автомобиль начинает как минимум подвозить. Подчеркиваю, что не очень интересен. Всем мотор полтора литра. Их берут, но вяло. Вот на них уже можно что-то забрать. Типа розница, занал. Уже какой-то торг будет. Поэтому сейчас такой более размытый ответ. Так как только-только начинается насыщаться. Наладили китайцы поставки наконец-то. Логистику полноценную. Соответственно, будем смотреть, что будет. Во второй половине ноября, декабря. Всем, кому интересно, кто присматривается. Кому нужна конкретика. Вот на телегу подписывайтесь. Как будут хорошие предложения. Ну или вообще любые предложения, чтобы хотя бы можно было понимать, по чем торгуют, отправлю. Но такая картина, как эта с Черри, зашел и тебе там занал минус 500 тысяч реальных денег от розницы. Там где-то еще 600 и можно торговаться дальше, хотя бы пытаться. Здесь, к сожалению, такого нет. Вопрос, как мне кажется, времени. Таким образом, здесь мы подводим черту, что автомобили действительно востребованы. Их хорошо покупают. Китайцы наконец-таки раскачали свою логистику. Начинают нормализовывать поставки. Было так одно время, что, например, они производят то одно, то другое. То есть, не было насыщения всего модельного ряда. Могли штамповать Coolray в определенных цветах. Потом, например, те же самые Coolray в других цветах. То есть, не было возможности. С вами переместимся в гости в сторонний автосервис. И послушаем, что человек, владелец сервиса Сослан, расскажет нам про марку Джили. Ранее он давал нам комментарии по Черри, по Хавалу. Ваши отзывы были разные. Но давайте послушаем его мнение о Джили. А далее я вам расскажу кое-что интересное. Сослан, к тебе я сегодня приехал с одним коротким вопросом. Мы снимаем выпуск непосредственно про марку Джили. Про весь ее модельный ряд, который представлен на территории нашей страны. В одном из роликов ты обмолвился, что вот если бы ты себе брал китайца, или если будешь брать китайца, взор бы твой упал на Манджаро. Ну вот в целом, расскажи, мы с тобой записываем тебя в офисе. Потому что на подъемниках у тебя, к сожалению, или к счастью, Джили никакой не висит. Что ты расскажешь про эту марку в целом, вот как владелец сервиса, который занимается ремонтами? Так, смотри, ну ничего плохого не могу про них сказать, абсолютно. Не то, что на Манджаро, да и на Атлас могу пересесть. В целом весь их не ряд. То есть я не боюсь этой машины. Зная о многих вещах, что и как, я ее не боюсь вообще. Если брать всех китайцев в пределах 3-4-5 миллионов, вот в этом формате стоимости, то только Джили. Насколько я знаю, у них стоят роботизированные коробки, у них более надежные уже проверенные моторы. Ну вот, например, мы с тобой говорили про ржавчины по кузову, коррозия, глюки, электроники. Как минимум, к тебе с какими-то подобными вопросами приезжают? Никогда. Была один раз машина, отвалился катализатор на 15 тысяч. Ну просто она, блин, все развалилась внутри. Ну, слава богу, все спаслось. Дилеры как бы все сделали по гарантии, вообще проблем. Ну все, человек довольный уехал. То есть некий такой неприятный момент случился и все. В ремонте их не было. Предыдущие кузова, это обычные, атласы, видел, наверное, да, ты вот до этого всего красоты, этих оберток. Там австралийская коробка стоит, это М11. В целом машина достойная, качественная, надежная и безопасная. Итак, эти Джили все, пока ни одна не приезжала на ремонт, вот как есть говорю, ни одна не обращалась, кроме вот с этим катализатором. Приезжают, взамен на масло, ТОшка, все. Это люди, которые не хотят к дилерам ехать, приезжают, у меня обслуживаются, то есть вообще без проблем. В целом я наблюдаю, смотрю. Есть какие-то там моменты, но настолько они незаметны, что не обращаешь на это внимания. В целом ты понимаешь, что машина лучше, чем все китайские машины. То есть она превосходит и кузовом, и качество всех зазоров, все одинаково, нигде нет вот этих скривлений. По крайней мере, я еще не заметил. Вот у меня сейчас обзор выйдет прямо скоро. Вот как есть, я там рассказываю. Где эти косяки у нее, тоже я рассказывал. Но объективно видно, что руки приложили люди, кто делал эти джели. Они больше усилия дали. То есть приложили руку, это видно сразу невооруженным глазом. Что не тяп-ляп и до свидания. А то, что говорят, это Вольво, ну давай так, это не Вольво. Понятно, Вольво выкупили. Это уже не специалисты Вольво ее собирают. Ее собирают китайцы. То есть в прямом смысле собирают китайцы. Да, они сейчас стараются держать качество. Потому что я так знаю, джели в Китае это 80% самая крупная организация автомобильная такая считается. То есть это мощная в Китае, ценится она больше всего. И китайцы ездят много на джели. Тоже ездят на них. Делюсь с вами разведданными от официальных дилеров. Со многими с кем общаюсь, озвучивают, что когда привозят автомобиль, есть такие вот контейнерные поставки, что автомобиль стоит в контейнере. И один из дилеров отмечает, что очень много приходит битья. То есть, например, машина пришла, у нее разбитое стекло при транспортировке. Помята дверь, побит бампер, лопнуло лобовое стекло. Разные повреждения могут быть. Соответственно, когда вы будете покупать автомобиль, его нужно детально смотреть на все эти повреждения. Потому что где-то что-то могут поменять целиком, как стекло. Где-то что-то подвытянуть, подкрасить. То есть, произвести незначительный ремонт. В договоре о купле-продаже вот такие вот мелкие косячки, которые для вас, как потенциального покупателя нового автомобиля, естественно, неприемлемы. Но с точки зрения технической части, на эксплуатацию автомобиля в целом они не влияют. Я встречаю такой пункт в договорах, где простыми словами написано, что вот какая-то мелочевка ремонтируется нами, а вас, как потенциального покупателя, мы информировать не должны. Поэтому будьте начеку, ухо держите востро. Как ты думаешь, Джили захватит наш рынок и закрепится как номер один автобренд в России? Или у них есть вот-вот конкуренты на подходах? Я даже убежден в этом, что Джили захватит. Что он будет вот именно среди китайцев. Опять же, мы сейчас говорим о машинах до 5 миллионов. То есть, я не говорю сейчас о каких-то премиальных, мы о них вообще не говорим. До 5 миллионов машины будет Джили самое лучшее. Потому что, во-первых, робот, ну, сядь на хавал. Сейчас опять начнется, эти все хавальщики повалят и так далее. Пробки, она неадаптивна. То есть, она ведет себя странно в пробках. Ну, попробуй останови и дай газу на хавале. И ты поймешь, о чем я говорю. Что делают дилеры? Они же отозвали людей всех к себе. Почему они отозвали? То есть, программа, во-первых, они не настроили правильно, чтобы она не тупила. Сейчас идет обновление, новое обновление, новые адаптации делают, чтобы вот это было мягче. То есть, подгоняют вот это все программирование, программы, я не знаю, что они там делают дилеры. Ну, есть какие-то софты новые, так назовем. То есть, они это заливают, делают адаптацию, машина становится мягче. У Джили нет такого. То есть, она, это тот же робот, что и на хавале. Практически то же самое. Ну, почему-то у них нет такой болезни. Да, она медленная чуть-чуть. Это я сейчас за атлас говорю, там 1,5. Она чуть медленнее. Ну, она уверенно едет, она не тупит, она тебе дискомфорт не создает. То есть, мотор с коробкой дружит. То есть, это о чем говорит? Что люди всю программу обеспечения подогнали правильно, чтобы все работало так, как должно работать. Чтобы все было пропорционально. Чтобы машина себя вела нормально, оно должно правильно быть сделано. Как минимум и прошивка, и в целости весь узел должен быть. Как бы, ну, чтобы они правильно работали. Вместе и мотор с коробкой. Если плохо будет работать, естественно, машина будет себя вести плохо. Всегда возникает интересный вопрос. Как у вас в комментариях, так и у меня. Кто вообще покупает эти китайские автомобили? Кто на них пересаживается? Если сдают в трейдин, то что сдают? Друзья, на самом деле, пересаживаются с абсолютно разных автомобилей. Приезжают люди и на откровенно убитых машинах, которым по 10, 15, 20 лет. Но в тот же момент, огромное количество ситуаций, вот живые примеры из последнего. Человек приезжает покупать Манжаро в максимальной комплектации, при этом сдаёт в трейдин Турек, которому 2 года. Я задаю вопрос, а почему он сдаёт Турек? Ведь сегодня его уже не купишь, это дорогая машина. Естественно, он сдаёт машину, покупает новую, забирает. Так ещё ему в придачу денег могут приплатить. Всё зависит от оценки автомобиля. Ответ прост. Человек покатался, подходит ТО 60 тысяч кмэ, где-то на сервисе, где он привык обслуживаться. Ему говорят, 132 тысячи рублей сейчас будете стоить ТО. Я задаюсь вопросом, ну и что, для владельцев таких дорогих автомобилей, раз там в 60 тысяч, крупное ТО, большое ТО, отдавать такие деньги, это напряг? Как показывает практика, да. И такое повсеместно. С самого начала, когда китайцев становилось всё больше, появлялись официальные дилеры, многие владельцы BMW, Mercedes и других премиальных автомобилей, Audi в том числе, ну и так далее, начали сдавать свои автомобили, потому что платежи по кредитам, дорогое обслуживание, потенциальные риски, если не дай бог ударишь автомобиль, дорогая каска. И всё это в совокупности наталкивает людей на мысль, что лучше её скинуть, взять китайца, покататься на ней, а дальше посмотрим, нормализуется ситуация, купим немецкие автомобили. Не нормализуется, будем кататься как минимум на автомобиле, на который даётся гарантия. Приезжают сдавать и Toyota Camry 70-ку, не в убитом состоянии, а действительно хорошие экземпляры, в общем, сдают автомобили, которые зарекомендовали себя японские автомобили, корейские автомобили. Очень многих подкупает тест-драйв. Менеджер мне отмечает, что прокатившись на Манжаро, люди выходят в восторге, рулится, шумка, плавность хода и идут вносить аванс, всё, машину берут, довольны. При этом, задаю вопрос, ну вот вы получаете себе на вторичку, в принципе, интересный экземпляр это. Что с ними? Отлетают тоже, как горячие пирожки. На вторичку в хорошем состоянии, Toyota, Volkswagen и прочее, 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 на них тоже, естественно, есть спрос, о котором, кстати, мы поговорим в дальнейших сериях. Поэтому, если вы не подписались на канал, подпишитесь. Я буду делать блог про проверенные временем автомобили, японцы, корейцы и прочее, прочее, прочее. Будем стараться записывать интересные, полезные выпуски с актуалями на сегодняшний день. Как я сказал в самом начале, в телеграме канала я сделал пост с призывом к вам, а именно тем, кто купил себе абсолютно любую модель от Джили, пишите отзывы, присылайте видео. И вот один человек присылал видеоролик. И вот здесь у нас сейчас будет такая коротенькая, интересная зарисовочка. Ну вот посмотрите, отзыв довольного владельца. А после я вам покажу отзыв недовольного владельца. Друзья, добрый день. Хотел с вами поделиться впечатлениями от покупки автомобиля Джинди Ксингюэль на российском рынке. Это Джили Манджара. Я его купил в Киргизии, пригнал самостоятельно в Россию. До этого у меня был автомобиль Хендай Туксан. Тоже кроссовер, полный привод, автомат. Но хочу сказать, после этого автомобиля, автомобиль Джинди, конечно, существенно отличается в лучшую сторону. Как по динамике, так и по шумоизоляции, так и по комфорту. И по всем остальным характеристикам. Я на самом деле очень доволен. Проехал на сейчас уже на нем чуть больше 7000 километров. Средний расход у меня составляет порядка 9 литров. Конечно, пока еще обкатываю, не сильно, скажем так, динамично езжу. Но в целом я очень доволен этим автомобилем. Так, друзья, если говорить об основных плюсах этого автомобиля, конечно, здесь фактически двигатель Вольво двухлитровый. Турбированный двигатель. Достаточно динамичный, экономичный в то же время. Восьмиступенчатая коробка автомата I-SIN японская. Достаточно надежно, очень плавно работает. И, конечно же, муфта HALT 6-го поколения, полного привода. Это фактически BORWARGNER. То есть тоже, в принципе, основные узлы и агрегаты у этого автомобиля достаточно надежные. Если говорить о комфорте, то есть здесь три мультимедиа экрана. Пока у меня еще, правда, это на китайском языке. Но это не очень дорого стоит все русифицировать. Будет голосовое управление различными функциями. То есть здесь присутствует память сидений для двух пассажиров. Так сказать, проекция на лобовое стекло. Система G-PILOT стоит активно у круиз-контроля. Различные ассистенты-помощники, которые помогают в автомобиле управлять им в движении. Их огромное здесь количество. То есть очень безопасный автомобиль. И после предыдущего автомобиля мне очень комфортно и удобно на нем передвигаться. Хорошие камеры кругового обзора 360. Опять же, куча датчиков парковки, как передних, так и задних. В принципе, все очень достойно. Также здесь присутствует вентиляция, как подогрев, так и вентиляция сидений. Что фактически относится к автомобилям премиального класса. Подобные функции. Единственная правда, так как у меня китайская версия, это только для передних сидений. Ну, если говорить о минусах этого автомобиля, для меня это в том сейчас, что автомобиль такого китайского рынка. Нет подогрева задних сидений, нет подогрева руля и нет подогрева лобового стекла. И, по-моему, форсунок омывателя еще. Но если говорить о подогреве лобового стекла, это не так критично для меня, потому что на предыдущей машине у меня тоже его не было. Ну, в принципе, машина довольно-таки быстро прогревается. Ну, наверное, в общем, это все. Владельцу, который прислал видеоролик, огромное спасибо. В том числе вашей дочери. Я всегда внимательно читаю ваши письма и видел, что вы сделали акцент. Дочь помогла снять ролик. Классно. Для чего я его показал вам? Вот в этих трех минутах вся суть про Манджара, про Джили на сегодня. Все обзоры рассказывают плюс-минус одно и то же. Коробка, мотор, надежно, известно, доволен, комфортно. Вот примерно вот эта краткая выжимка. И на основании этого люди идут на тест-драйв и покупают. А есть вторая сторона медали. Вот, посмотрите переписочку, которую мне пишет человек. Изначально он заходит издалека. Дмитрий, сними отдельный ролик, потому что ему не хватает душевного спокойствия. Он насмотрелся видеороликов, пошел покупать автомобиль, купив его. Тут появляется вторая сторона. Это, скажем так, комментаторы негативные. Ты купил себе говно. Ты купил себе китайца. Ты совершил большую ошибку. А что с ним будет завтра, через год, через три? Как ты его продашь? Ты его продашь с большой просадкой по цене. И человек в замешательстве. Он не понимает. В телевизоре ему сказали, что классная тачка, бери комфортная. В жизни ему говорят, ты дурак, кого ты слушаешь. И вот это отличное отображение реальности. Вот в моем понимании, вот это вот и есть объективность. Ставьте лайк. Когда показываешь и плюсы, и минусы, человек находится в неком состоянии паранойи. Он не понимает, что ему делать. Наслаждаться машиной или возвращать. То есть, сам он, пожалуйста, на нее не может. Но его пугает вот это вот будущее. Непонятно, что с ней будет дальше. Ваши отзывы мы еще изучим. Продолжаем. Сейчас точно так же выходят рестайлинги по ряду моделей. И у Атласа будет рестайлинг. И там как раз уже, я знаю, говорят, будет двухлитровый мотор. Да. Специально услышали тех, кто на полтора литра жаловался. Ну, как бы многие жаловались. Да. Кул Рея выходит обновленный, новая версия. Но вот как ты считаешь, вот эти вот текущие версии, они на вторичке-то будут востребованы? Я думаю, что джили будет на вторичке востребованы. Потому что, во-первых, там восьмиступенчатые японские коробки стоят. Правильно? На манджарах стоят. Ну, роботы стоят на некоторых, а на некоторых автомат. На манджарах автомат. Восьмиступки стоят. Там, если я не ошибаюсь, японская коробка стоят. Да, да. Айсиновская. Это коробки на камре стоят и так далее. То есть, конечно, с этой коробкой, конечно, она лучше всех. Вообще, японская коробка, любая самая, даже никчемная, возьмем, она гораздо лучше всех китайских коробок. Это абсолютно, как бы, прямо вот, железнобетонно. И это плюс. Во-первых, манджаро, она сам по себе такая, как премиальная машина считается. Ну, а-ля премиальная. То есть, она приятная. И я думаю, что в ближайшее время я себе именно манджаро и приобрету. Просто покататься на своем опыте. Не навязывать тебе, не навязывать людям. Хочу сесть и кататься на ней. Убивать ее. Вот сколько она меня выдержит, мне интересно самому. Вот ты сам выберешь машину покупать от официала с гарантией или параллельный импорт? Параллельный. Сам привезу ее и все. Давайте затронем тему параллельного импорта и покупки автомобиля от официального дилера. На примере манджаро. Ведь наибольшее внимание приковано именно к этому автомобилю. И весь спрос на сегодняшний день на рынке гуляет именно вокруг них. Привожу вам живой пример. Манджаро в максимальной комплектации изумрудного цвета от официального дилера сегодня будет стоить вам порядка 4-5 миллионов рублей. За наличный расчет цифры с официального сайта вывожу вам на экран. Вы получаете гарантию на автомобиль. Вы получаете расширенный пакет теплых опций. При этом можно купить этот же автомобиль по параллельному импорту в такой же комплектации по цене примерно... Вот я вам назову цифры из реальных, что я знаю, почем мы их продавали недавно. 3 750-4 миллиона рублей. Вот такой разброс. Зависит курс доллара, когда была закупка. В том числе эти цены уже с коммерческим утиль сбором. Плюс 306 тысяч. Это полная цена. То есть вы покупаете автомобиль, едете, ставите его на учет, все, катаетесь. Разница миллион-двести миллион. Вот примерно такая разница. И вот здесь возникает вопрос. И как быть? Ранее эту тему поднимал, что можно купить гарантию от страховой компании. Она стоит примерно 70 тысяч рублей в год. Либо же можно встать на гарантию к официальному дилеру. Примерно 50 тысяч рублей будет стоить. Пообщавшись с дилерами, они говорят, не-не-не, здесь не все так просто. Во-первых, один дилер мне говорит, мы, например, вообще не будем брать сторонний автомобиль к себе на гарантию. Нам это не нужно. Уже были ситуации, где люди, купив страховку на стороне от страховой компании, столкнулись с чем-то. Отправляются к дилеру. Он говорит, ты где покупал, туда и езжай. Он звонит в страховую компанию. Тут начинается такое вот интересное слово. Футбол. Вам туда, вам сюда. Потому что в договоре нужно читать внимательно, что будет есть у вас, например, там лопнуло лобовое стекло. Вы разбили машину, сломался мотор. Вот что угодно. Кто вам будет чинить и где. В договорах, как правило, будет прописано, что вас могут направить в сторонний сервис. Не к официалу, а вот, например, к одному из частников. И там вы будете чинить автомобиль. Это тоже важно. Изучайте внимательно. Второе. Пакет тёплых опций. Автомобили, которые приходят к параллельному импорту из Китая, у них нету подогрева задних сидений, у них нету подогрева лобового стекла, рулевого колеса и, если не ошибаюсь, форсунок. Вот эти четыре опции, вот эти четыре подогрева для некоторых людей очень важны. В нашем климате хотят, чтобы это было. Ну и в целом, как я уже повторюсь, говорил ранее, отчастника не все готовы покупать. Но когда люди считают свои денюжки, миллион, миллион двести, запросто покупают автомобили, привезённые по параллельному импорту. Все остальные опции в виде голосового управления и так далее, это можно установить. Как правило, они уже продаются с русификацией. Всё это я выкладываю в тележечку канала. Кому интересно, подпишитесь, смотрите, неинтересно, ребята, вас никто ни к чему не призывает, не заставляет, не подписывайтесь. Двигаемся дальше. Ну и давай последний вопрос тебе в этом. Позиция ясна, ответ твой максимально ясен, но в силу тона, с которым ты, например, выкладываешь у себя видосы, рассказываешь. На эмоциях. Люди скажут, а теперь всё понятно. Занесли. Кто? Кто тебе платит? Через, значит, говно ховал, говно, всё остальное говно отжили себе возьму. Ну, заметь, вот если все перемотают мои ролики, все, с самого начала, я отжили хвалил всегда. Всегда говорил хорошее про эту машину. Так скажут, то, что с самого начала занесли, и поэтому вот это маленький проект отжили. Ну, ладно, пусть говорят. Дай бог, чтобы занесли. Я больше бесплатно людям сделаю машины. Тем же нашим хейтерам, которые сломаются. Ну, больше скажу, дилеры, сами дилеры приносят мне сюда коробки. То есть, это вот ты, это вот люди, которые якобы на гарантию приехали. Вот иногда я думаю, неужели эти люди думают, что всё так сладко и гладко, как им кажется, и как им рассказывает дилер. Сам этот дилер приносит мне сюда коробку. То есть, вот человек сломался, машина сломалась коробка. По гарантии. Он её задаёт официальному дилеру. Ему говорят, иди гуляй там. Жди. Определённое время на... Да, жди две недели. А говорят, что, на ремонт или на замену? А это по-разному. Они говорят. То есть, единственное, что я дилерам сказал, парни, вы говорите, как есть людям. То есть, вы говорите об этом, что это не новое, а это восстановленное. Да, говорят, мы сообщаем. Говорят на ремонт. И в итоге ремонт занимаешься, ну, не ты в частности, а твои ребята, твой сервис. Ну, это одни из тех, кто занимается мы. И я знаю много ребят, очень молодцы, красавцы, тоже делают эти ремонты. По Москве, Павлов. И черри делают, очень много коробок от черри делают. Просто дилеры заключают договор. Это нормально, я ничего здесь плохого не вижу, как бы, да. Но люди, которые просто чуть-чуть в облаках летают, вот их надо чуть-чуть успокоить. Я, наоборот, на их стороне. Когда они говорят, да, вот это ара-сервис, хотя я не армянин, я осетин. Ну, пусть, как говорится, караван идет, собака лает, как бы, это ладно. Этим людям уже ничего не объяснишь. Да, привозят много дилеров коробки. Новые коробки на ремонт, бракованные. Просто нету, у них просто, ну, нету наличия, все. И надо ждать, там, 45+. То есть, это все делается быстро. Там, неделя-две, там, все сделали, проверили, починили, отдали, поставили. Они садаптировали, отдали людям. Есть такие случаи, то есть, есть, да. Ну, Джили пока что, вот, ну, даже если он придет на ремонт, я настолько внимания не обращу на это, на ремонт могут прийти любые бренды. Вообще любая, любая машина, которая родилась, она может прийти на ремонт. Человеческий фактор никто не отменял. Согласись, то есть, да, любой машины, любой марки машины, там, да, может быть, поломок, брак, там, что-то где-то не доглядели. Это может быть, я это понимаю здраво, что любая машина может прийти. Ну, если я вижу, это потоком идет, сюда звоню тебе, ты говоришь, да, у меня уже 6 сегодня приехало, а у меня 2, у меня 3. Ну, я тоже понимаю, где сколько машин причинят, и какие машины в основном приезжают. Ну, черри, холлоу. Прямо вот все, это самые, пока что, постоянные наши гости. Запчасти и кузовщина. Ну, стандартный вопрос. А вдруг ДТП? А вдруг разобьешься? Ты же где на этого китайца возьмешь себе запчасти? Здесь ответ прост, если спросить у дилеров. Все есть, все есть, центральный склад, пожалуйста, приходят машины, ремонтируем, меняем, каких-либо проблем не испытываем, тем более сейчас все больше и больше насыщают склады. Здесь я вам рекомендую всегда делать следующим образом. Страна большая. Мы пишем информацию из Москвы. Вы можете проживать в любом там городе, в маленьком, в большом, неважно. Но вы, к примеру, хотите купить себе абсолютно любой автомобиль из модельного ряда. Как бы я вам порекомендовал сделать, если вы по этому вопросу переживаете? Позвоните ближайшему дилеру, где вы планируете обслуживаться. Скажите, вот купил автомобиль, пусть это будет Кулрей, Манжара, Тугела. Разбил морду, нужна фара, нужна решетка, капот. Есть ли у вас в наличии? И пообщайтесь. Если нет в наличии, то сколько ждать, какие сроки вам назовут? Таким образом вы хотя бы для себя онлайн в живом формате сразу получите ответ на вопрос, который вас волнует. Если вдруг вы переживаете за что-либо, подшипники, коробку поменять, но вдруг она у вас сломалась. Хотя здесь коробки-то все хвалят. Вопрос есть ли в наличии, когда будет? Тогда вам не нужно будет слушать ни меня, ни сторонние сервисы, ни кого-либо еще. Вы вживую получите ответы на потенциально волнующие вас вопросы. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени. А многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония Юя создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. Юис разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик. Настройка виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более 3 часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом Юис, где он ответит на все ваши вопросы по ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде 1000 рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. Юис ждет вас в описании. Стоимость технического обслуживания это вопрос очень спорный. Всегда и со всеми марками помню одно. Что бы мы ни снимали, корейцев, японцев, немцев, всегда есть те, которые говорят, техническое обслуживание стоит адекватных денег, полностью устраивает. И по той же самой модели и марке есть те, кто говорят, очень дорого, завышено, за что дерут такие цены. Получить прайс-лист вы можете самостоятельно, цены периодически меняются. Ну, я вам выведу образец на экраны, чтобы у вас был какой-то визуал. Но тут уже думайте и принимайте решения для себя самостоятельно. Дорого это или недорого, подчеркиваю, я вам вывожу цены от официального дилера. А вот теперь давайте пробежимся по вашим комментариям. Вы прислали мне достаточное количество отзывов. Как видите, они объемные. Но я постараюсь выжать из них все соки и донести до вас только полезную информацию. Все отзывы свежие, все машины свежие, куплены в этом году, либо в прошлом. Поехали. Джили Кулрей. Глючит датчик обогрева задних сидений. Вот этот вот глюк встречается очень часто. Но я уже, говорит, жду деталь. Скоро мне поменяют. Также жалуются на климатическую систему. Отмечаю, что работа у нее просто-напросто некорректная. Вот хороший отзыв. Джили Тугела, 23-й год, пробег 8000 км. До этого был Тигуан, машину купили, всем довольны, все классно, машину хвалят. Но есть вот интересный момент. На автомобиле сделан полис каска, попал камешек. И вот уже три месяца нам не могут поменять лобовое стекло. Страховая дала на выбор сервиса. Мы выбрали и пошло-поехало. Приезжают, стекло в пути на центральном складе. Когда она будет непонятна, скоро человек отмечает, что будет инвентаризация. Таким образом, неизвестно, где стекло. Но приписочка, повторюсь, машина огонь. Ничем Тигуану не уступает. Но вот ситуация с запчастями просто ужасная. Вот интересный отзыв. Сам владелец BMW G30, 520 дизель, полный привод. Отец ездит на Кулрей. Периодически у него берет машину и отмечает, что классная машина. В принципе, поломок нет вообще никаких. Готов даже пруфы предоставить. На основании того, что Кулрей понравился, посмотрел Манджаро. И что вы думаете, классная тачка зашла, но пятерочку придерживает. Хотя мысль уже у человека в голове зародилась. Махнуть пятерку на Манджаро. Джили Тугела с пробегом 22 тысячи километров. Человек съездил на дальняк. И в целом автомобилем доволен. Отмечает, что на трассе хороший расход. Всего лишь 7 литров на сотню. Но вот есть косяки. Так, например, технически, можно сказать, недоработка. Минусы это 54 литра маленький топливный бат. Многие на это жалуются. Также отмечает, что Carbide Link, это, я так понял, навигационная система, периодически глючит. Вот ключевое слово, да, глючит. Хорошо супруга была, что настраивала все. И ему не приходилось отвлекаться на настройку навигации. А в остальном машина нравится, всем доволен. Еще один отзыв на Кулрей комплектация Flagship. Ну, первое. Отвратительно штатная резина. На нее, кстати, часто жалуются, но она оригинальная, китайская Ling Long. Шумная, жесткая, без держака. Жалуются также плохие тормоза. В частности, все те, кто любят более-менее спортивную езду, тормоза начинают плыть, поэтому, друзья, здесь стандарты, на самом деле, история. Меняйте на более продвинутые версии. Небольшие, но глюки по электронике. Чаще всего это отказывают стеклоподъемники, но лечатся элементарно. Вытергиваем предохранитель, либо скидываем клеммы с аккумулятора. Заводская недоработка в виде обдува лобаша. Неадекватно работающий климат-контроль. Подчеркиваю, регулярно на него жалуются, сильно жарят. В общем, тут нужно его дорабатывать, как минимум, прошивками. Лопаются швы на сиденьях. Гарантийный брак. Вибрация люка. Тут спорно кому-то смазывают и проходят. Само произвольно звонит ГЛОНАСС. Многие жалуются на короткие сидения и угол наклона. То есть, недоработано, непродумано под российский рынок. Подчеркну, друзья, что я стараюсь пробежаться по отзывам быстро. Кому интересно, нажимайте на стоп. Ну, я так подозреваю, с телевизора будет все хорошо видно. Можно читать. Вот отзыв про M-Grant X7 2014 года. Можете его сами зачитать. Здесь вопрос с мотором. Но ключевое здесь следующее. В 2014 году брали ее за 600 тысяч рублей, когда Toyota стоила X2. Вот, собственно, весь ответ. Народ голосует рублем. На что у тебя есть деньги, то ты и покупаешь. Ну и далее, друзья, давайте так. Я вам закомментирую, а вы уже можете нажимать на стоп по 5-7 секунд. Я вам буду выводить каждый отзыв на экран, чтобы вы могли спокойно его прочитать. Ключевое это, конечно, мелочевка. Но, как я сказал, в выпуске мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. Когда вот здесь что-то глючит, там отвалилось, но решаемо прошивкой. Можно доехать, до дилера тебе поменяют. Знакомая история. Такое на самом деле. Ну, давайте откровенно. На самом деле встречается на всех марках, на всех моделях. У кого-то чаще, у кого-то реже. Но сам факт того, что вот это вот с китайскими автомобилями прям сильно ощущается. Вот это китайщина. Особенно вот эта веселая история, в кавычках, когда человек приезжает на сервис и выясняет, что тормозные диски у него разные. Ну, что это такое? Конечно, все хотят надежности. Купил, уверенно катаешься, нареканий ноль. Как только будут китайцы давать такие автомобили, очередь за ними будет становиться все больше и больше. Потому что сейчас кто-то посматривает, почитывает эти комментарии, кивает головой и отвечает. Но я же вам говорил, что как минимум сейчас не нужно торопиться с покупкой. Пусть машины покатаются, выявятся все проблемы, выйдут рестайлинги, обновления. И вот, возможно, потом где-то в будущем можно будет автомобиль брать. А пока что это все подопытные кролики по нашей стране. Вы их тестируете, а кто-то в дальнейшем купит хороший экземпляр. Или не купит. Поэтому здесь подводим черту. Не так уж и безупречно марка, чтобы можно было поставить ей по всем позициям 5 баллов. Нарекания, безусловно, есть. Задаю вопрос, что с планами продаж. Справляетесь, не справляетесь. Ну, отмечаю так, что все ок. Продажи идут. Планы, которые ставятся официально, выполняются. Кто-то их перевыполняет. То есть, такого, чтобы дилеры джили, в частности, пожаловали, сказали, ой, как плохо, такого не замечено. Что останавливает людей от покупки прямо сейчас? Рост ключевой ставки. Кредиты становятся все дороже. Ставки по кредитам растут. При этом рассрочки становятся на более короткие сроки. Таким образом, люди считают денежки и понимают, что пока что не готов. Надо подождать. Когда вновь понизят ключевую ставку, либо же производители начнут делать большие поддержки для того, чтобы какую-то выгоду для себя дополнительно получить. Но здесь факт, который стоит запомнить. Как только дадут поддержки, как только дадут более низкую ставку, какие-то лояльные программы по кредитованию, народ покупать готов. Люди хотят брать автомобили. Все, что их тормозит, это вот вышеперечисленные. Вот у меня есть такой интересный блок. А другие марки ранее не ломались. Вот сегодня говорят, китайцы говно. Хорошо, китайцы говно. Но давайте вспоминаем. Вот я начну просто себе небольшая зарисовочка. Была у меня Mazda 6. Купленная новая от официального дилера. В 2015 году. Рестайлинговая версия. Ну поехали. По пальцам давайте будут зажимать. Облезли колесные диски. Все. Раз. Далее. Все те, у кого были зеркала с электроприводами, без конца им его меняли. То есть некачественный электропривод, зеркал постоянно ломался. Два. Меняли мне по гарантии ролик ремня натяжителя. Три. Руль облазил. Признавали брак. Некачественная кожа. Замена. Четыре. Сиденья. Все те, у кого были салоны с кожаными сиденьями, переднее водительское кресло зачастую попадало под замену. Тоже некачественная. Пять. Коробка. Коробка автомат. Мы снимали выпуск, рассказывали, что у человека она начала пинаться. Признали как гарантийный ремонт, брак. И дилеры по сей день рассказывают, с кем я общаюсь. Да, приезжали машины. Это была не повальная проблема, но эти нарекания были. Люди приезжали по гарантии и меняли коробки. Шесть. Семь. Вот эти вот слухи и разговоры. Когда я купил Мазду, я помню прекрасно все комментарии, что мне писали люди. Мотор, Skyactiv, ха-ха-ха. Да он у тебя к сорока тысячам взорвется. Все эти выпуски есть на канале. Вы можете зайти, посмотреть первые серии и почитать комментарии. Да к ста тысячам она вся развалится. Мазда это шушлайка. Это балалайка. Это консервная банка. Лакокрасочное покрытие. Говно. Шумоизоляция на машине. Говно. И прочее. Вот подобные истории. Уже, да, девять. Можно зажимать пальцы дальше. Хейтили машину. Хейтили машину. Ненадежная. Это я про себя говорю. Тойоты на лэндкрузерах, двухсотках. Надежная машина. Моторы вставали. Заводской брак. Камри. В дальнейшем выпуск будет у меня с автосервиса. Мы меняли коробку вариатор на Ниссан Муран. У нас она сломалась. Я приехал, спросил, что с машиной. Вот они, смотри. Европейцы, японцы, корейцы все висят. У многих коробки. И в целом машина сыпется. Но почему-то сейчас вспоминаю так, что раньше было такое качество, что только расходники менять, да и все. Подчеркиваю. Не повально. Не каждая машина купленная вся сыпалась. Но было такое. То же самое и здесь. Одни пишут, проехал, все классно, всем доволен. Другой говорит, машина пфу. Знал бы, не покупал бы. Здесь мы с вами подводим черту. Вот таким получился выпуск. Мы затронули марку Джили. Постарались ее разобрать с разных сторон. Какие выводы делать, покупать ее или не покупать, здесь решение принимать только вам. Моя задача подсветить ее с разных сторон, чтобы у вас было больше информации и вы могли ее анализировать. Друзья, не устану повторять, что в первом закрепленном комментарии вас ждет активная ссылочка на телеграм-канала. Клик-клик и вы подписаны. Клик-клик и вы отписаны. Но там я стараюсь выкладывать больше различной информации, чтобы он был по-своему интересен и уютен. Подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Высказывайте ваше мнение в комментарии. Особенно если вы владеете автомобилем в таком же формате. Плюсы, минусы, модель, пробег. Пишите, пусть люди читают. Пишите честно, чтобы было понятно, что машины из себя представляют. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Всем пока-пока.